Привет, наш друг! Сегодня 21 декабря, до нового года остается чуть больше 10 дней и значит, что в этом году мы больше не порадуем вас никакими фильмами и новостями и решили поделиться с вами супер новостями с нашего бокса, ну и не только. Я рекомендую тебе досмотреть это видео до конца, потому что там будут просто мега горячие новости, которые точно перевернут весь российский дрифт. Погнали! Ну, вы уже знаете, что Дамир строится новый Лексус, решил повторить за батей, захотелся левый руль, это правильно. В общем, долго об этой машине рассказывать мне смысла нет, потому что Дамир очень подробно рассказал об этом в последнем фильме. Ссылку закрепим на фильм в комментариях, поэтому обязательно смотри. Дамирка здесь все рассказывает максимально доступным языком, как нужно строить машины, на какие тонкости нужно обращать внимание. И вообще, если ты собираешься строить когда-нибудь себе гоночный болид, тебе обязательно нужно посмотреть этот фильм. Ну, а я лишь смотрю на Дамирскую машину и завидую. Идем дальше. 81 марк Евгения Лосева. Этот автомобиль не является командным, это личный автомобиль Жени. Он проехал на нем весь этот сезон, но мы договорились с Жекой, что мы приведем ее в идеальное состояние, в то, в котором она была в начале этого года. И просто поставим ее, как Жека говорит, в музей. Но это будет не просто музей. Мы придумали очень классную тему. Жекин марк будет путешествовать по всем городам присутствия компании Фрешафта. Вы сможете прийти в наши филиалы и посмотреть вживую на легенду российского и мирового дрифта. Макарон только что вернулся со стапеля. Женя тоже въехал в Сочи в стену, но не так сильно, как я, поэтому машина не пострадала существенно. Двигатель у него сейчас снят. В ближайшее время его установят обратно. Сделали ему ребилд, все проверили. В общем, она также остается на сухом картере, на всех вот этих пирогах, которые так любит Жека. Это, по сути, очень конкурентоспособный и боевой автомобиль. Но мы в команде приняли решение, что больше он во Фрешафта ехать не будет. Но это не точно. Ну, короче, мы так планировали. А там посмотрим. Ну и, конечно же, у вас есть вопрос. А на чем же поедет Евгений Лосев? Представляю вам... Блин. Соточка. Да, наверное, вы хотели видеть ее в другом состоянии. Но, несмотря на то, что она вроде бы стоит на каких-то пеньках и просто на ней висят какие-то пластиковые двери, уже сегодня можно увидеть, что в ней лежит новый обвес, который буквально недавно мы получили от компании Monster Service. Мы сейчас подойдем к основному инженеру Марка. Лех, ну что ты там делаешь? Расскажи нам про Винтерс. Так, это не про Винтерс. Это Альтеза. Это Альтеза? Да. Это будет замена задней части панели вот этой. Она не подходит изначально по конфигурации для нас. Мы очень много времени потратим для переделки ее. Поэтому было принято решение отсканировать все и изготовить уже на предприятии, вырезать на лазере и согнуть ту конфигурацию, которая подходит для нас. В общем, Леха это наше инженерное чудо. В общем, я ему всегда, когда задаю вопрос, почему не делаем руками, он всегда делает в компьютере. Он говорит, Дэн, зачем мы потратим 555 болгарок, там, не знаю, 155 изрезанного будет выброшенного кузова, когда мы все отпроектируем, все померяем, все примерим и только потом где надо отрежем и куда надо приварим. Правильно? Абсолютно. И, собственно, в этом и состоит секрет того, что мы так долго делаем марк. Это очень непростая платформа, на нее не так много готовых решений, как хотелось бы. И поэтому практически все, что мы здесь делаем, начиная от таких, казалось бы, простых вещей, как туннель, как установка Винтерса, на котором очень хочет ехать Евгений Лосев. Но все эти штуки требуют глобальных инженерных проработок. И поэтому мы очень много сканируем, очень много чертим, очень много создаем. И уже в ближайшее время накинемся, чтобы все это дружно установить и порадовать нашего ЖЭКу. Поэтому марк мы планируем также выпустить к сезону 2022 года. И мы очень рассчитываем, что первый этап российской дрифт-серии сезона 2022 года ЖЭКа Лосев поедет на своей любимой сотке, на своей мечте, о которой вы так много уже слышали. Давайте немножко расскажем про Альтезу, про Домировскую машину. В общем, по ней у нас работ не так много, как по другим машинам. Но, тем не менее, работы есть. Во-первых, мы ее всю покрасили, покрасили всю нутрянку. Посмотрите, в каком состоянии сейчас находится подкапотка. Двигатель снят, тот самый, или те самые двигатели, которые так нестабильно вели себя в этом сезоне. Что мы будем делать с этой машиной? Мы приведем ее в идеальное состояние. Она будет практически в первозданном виде. Будет на новом Кевлар Карбоне. Просто безупречная будет машина. Просто вау, конфетка, брат, конфетка. Но что будет ее дальше ждать, пока судьба ее неизвестна? У нас есть мысли, возможно, продать ее. У нас есть интересант, который хочет взять ее в аренду, и он не один. И мы об этом думаем. Возможно, это будет запасная машина команды. Ну, а я хотел бы, чтобы ее переделали все-таки в левый руль. В левый руль. И чтобы она была у нас такой ласточкой, конфеткой, на которую можно в любую секунду сесть и поехать. Но посмотрим. Пока еще до конца не все ясно. Ясно только одно. Это будет автомобиль в идеальном техническом состоянии и внешнем. Готовый в любую секунду выскочить на трек. Ну и, конечно же, я не могу вам не рассказать про свои машины. Шершень висит на подъемнике. На самом деле, он уже почти весь разобран. Многие уже знают, что я ударился очень сильно в Сочи, в стену. И вроде бы удар незначительный, вроде бы сработал каркас, который помог сохранить кузов. Но по факту очень сильно увело вот этот внутренний лонжерон. Он опущен, он повернут вовнутрь. Для того, чтобы ее вытащить, сделать, нужно прям расшивать весь каркас. И был выбор либо менять новый кузов, либо отваривать заднюю часть от другого автомобиля и приваривать. Либо тянуть этот автомобиль на стапеле. Но когда мы взвесили все за и против, и решили, что мы поменяем новый кузов. И вот он, новый кузов на Шершень. Ну он просто новый. Другими словами нельзя о нем говорить. Он просто из Японии. Прямо прямиком приехал к нам. И никакой не распил. Не знаю, там, не гнилой, не ржавый. Он просто в идеальном техническом состоянии. И мы, соответственно, сейчас будем на нем устанавливать новый каркас. Что является хорошей новостью. Потому что с кузовом Шершня мы не работали. Мы купили эту машину готовой в Красноярске. Ее делали другие инженеры. И когда мы увидели эту машину, когда она приехала в Москву, то единственные претензии, которые у нас по ней были, это то, как сварен каркас, то, как облегчен кузов. Поэтому машина была достаточно тяжелой. Не совсем, на наш взгляд, правильно сбалансированной. Поэтому сейчас мы уже сразу, как говорится, из этой заготовки сделаем то, как мы хотим. То, как умеет делать Дамир. То, как мы уже опытным путем много лет пришли к правильным решениям. Поэтому новый Шершень будет легче. Будет с другим немножко каркасом. По-другому облегчен. И в целом, мне кажется, у нас получится еще более интересный проект. Все, что касательно настройки подвески, все, что касательно настройки двигателя, ничего менять не будем. Потому что за два года работы с этим кузовом мы достигли того баланса, который мне позволяет ехать на этом автомобиле, как я хочу. И это для меня очень хорошая новость. Много пишете, много спрашиваете. Дэн, где Бэха? Где автобус? Вот он, автобус. Вот в таком вот он пока находится в состоянии. Но, так же к весне этого года, что Шершень, что автобус выскочит из нашего конвейера. По BMW практически все готово. Видите, у нас новые стойки. И новый партнер, БЦехи. Теперь у нас БЦешные стойки стоят на BMW. Мы сделаем новый двигатель. Более мощный. Это будет тот же ЛС, только на 200 примерно там, с небольшим сил мощнее. Осталось только дождаться поршней, который сейчас Atomic, наш партнер, привозит уже буквально на следующей неделе. И мы начинаем собирать мотор, собирать все необходимое для этой BMW. Ну, колеса, конечно, просто, я думаю, не требуют никакого объяснения, какие они красивые, какие они классные. Вы сами все видите. Это просто безумно крутые колеса от Power Wheels, от наших партнеров. В общем, с Бэхой все круто. Она вообще классная машина. У нее суперский кузов. У нее классный комплектующий. И теперь она будет примерно 750 сил. О чем я всегда мечтал, потому что ехать на 500 силах сегодня в RDSGP просто невозможно. И это также будет машина, готовая ехать, по сути, любой чемпионат. И таким образом, давайте посчитаем, сколько автомобилей будет у команды Fresh Auto Drift в следующем сезоне. Загибаем пальцы Бэха, Шершень, Lexus V8, Alteza, 100-й марк, Supra. Ну, еще есть 81-й марк, который мы не считаем. В общем, вполне себе нормальный арсенал автомобилей для команды, у которой стоят большие амбициозные задачи. Ну, и, конечно же, главная новость этого видео, как я и говорил, его нужно смотреть до конца, это на какой резине мы поедем в сезон 22-го года. Ладно, это шутка, конечно же. Перед нами чемпионская тачка. И, наверное, стоит сказать, а на чем поедет Джек Шенахан? А кто поедет на Supra? И вообще, поедет ли Supra в этом сезоне в составе нашей команды? Хух! И чтобы ответить на эти непростые вопросы, пойдемте в другую атмосферу. Я налью себе чайку и расскажу вам ошеломительные новости. Когда в этом году мы выбирали третьего пилота, кто поедет в команде, мы, конечно же, хотели покопаться в иностранных пилотах, потому что нам очень нравится обмен опытом, нам нравится делать такие смелые, нестандартные трансферные решения. И, как вы уже знаете, наш выбор пал на Джека Шенахана. И, наверное, только ленивый нас в этом не критиковал. Да вот, да куда он сядет за руль? Да он вообще поместится в ковш. Да кто это такой? Да он ничего из себя не представляет. И когда мы с пацанами проанализировали весь спортивный результат Джека, то мы увидели, что парень с гораздо большим потенциалом, чем был на тот момент его рейтинг. Потому что он больше других ломался, где-то ему не везло, где-то были какие-то нюансы. Но то, как он владел автомобилем, я думаю, все уже поняли, что Джек реально крутой пилот. И наше трансферное окно сработало. Если посмотреть еще на несколько лет назад, то в 2019 году мы также приводили Хибина в российскую серию. И тоже выбирали среди нескольких иностранных пилотов. И тогда, если вы помните, был Дайго Сайто, пытался приехать к нам Кавабата. Тогда был такой тренд на японских пилотов. И мы взяли такого простого средняка, такого парня Хибиноча, который был немолодой, ему было 45 лет на тот момент. Но тогда тоже наше трансферное окно очень круто сыграло. И в общем и целом до последнего момента, так же как и Джек, Хибина претендовал на то, чтобы стать чемпионом. Если бы то самое злосчастное в топ-16 столкновение об стенку с ним не произошло, то, возможно, уже в 2019 году наш иностранный пилот стал бы чемпионом российской дрифтерии. Вместе с ним и команда. Потому что мы тогда тоже упустили свой чемпионский титул буквально на последних секундах последнего этапа, так как в нем были двойные баллы. Это очень серьезно повлияло на итоговый рейтинг. Когда к нам попадает иностранный пилот, наша задача в команду его максимально вживить. Показать ему наши ценности, показать ему наш подход. Максимально услышать то, что ему нужно и реализовать это для него. И что в случае с Хибино, что в случае с Джеком, наверное, в этом была наша основная как бы сила. Да, когда мы брали классного пилота, а классных пилотов много, но он подходил нам по ценностям, по духу, он вливался в коллектив. У нас не было никаких конфликтов. У нас было максимальное понимание. Мы четко понимали, что ему надо и максимально для этого все делали. Вот. Но Джек принял для себя непростое решение. Он ушел в другую команду. Как он объясняет, за двумя вещами. Первое, это деньги, безусловно. Ему заплатили сильно больше, чем мы предлагаем. И здесь как бы, ну, это деньги, это его мотивация. Я, наверное, его даже в этой части понимаю. А вторая его важная цель, то, что он едет вместе с братом. И в новой команде будет Джек Шенахан и Конор Шенахан. И кто-то третий. Мы не знаем, кто это третий. Мы даже не очень хотим узнавать, что это за команда. Это новая команда в РДС-Джипи. Я желаю ребятам удачи. Ну, в частности, Джеку и его брату Конору. Они классные парни. Я уверен, что у них получится классный сезон. Но вот это непростое решение. Джеку давалось очень сложно. Но он принял решение покинуть команду. И здесь мы, как его, так скажем, партнеры по прошлому сезону, можем либо поддержать его в этом, либо с ним как-то не согласиться. Ну, не согласиться, значит, там, затыть обиду. Или, не знаю, там, как-то начать это выводить на публичное поле. Сказать, а вот мы о другом договаривались, там, ты что-то не выполнил. Абсолютно такого нет. Мы, как старые друзья, поддержали Джека полностью. Но на его месте я бы принял другое решение. Я бы оставался в команде, как минимум еще сезон. Потому что мне кажется, что всегда, когда гонишься за деньгами, особенно за быстрыми, ты, скорее всего, можешь потерять все. Я ни в коем случае не желаю этого Джеку. Более того, я искренне желаю ему результата, победы и решения всех своих бытовых проблем. И, безусловно, если бы не было истории с братом, где они вдвоем поедут, я думаю, у Джека были бы другие вводные. И, наверное, тут деньги были бы, может быть, не такую роль играли. Но Джек принял для себя правильное решение. Он пошел в новую историю. Для нас это, конечно же, новый вызов. Мы не планировали в этом году менять состав. Наверное, впервые за много лет, ну, за 4 года, там, уж нельзя, надо сказать, много. Впервые за всю историю существования нашей команды мы четко знали, чего мы хотим на следующий сезон. Мы не хотели менять пилотов. Мы знаем, что хотим от механиков. Мы знаем, что хотим от пацанов, которые сейчас все это снимают. У нас прям целая понятная ясность. И когда команду покидает лидер команды, конечно же, это вызывает множество вопросов. Но на этом мир не заканчивается. Очевидно, что Джек суперкрутой пилот. Но я думаю, что в его успехе, ну, процентов на 20, не больше, да, процентов на 20, роль команды все-таки является ключевой. И, возможно, вот этих маленьких процентов ему могло бы не хватить до чемпионского титула. Что будет в новой команде, мы поживем увидим. Получится ли у Джека сделать правильный выбор и сумеет ли команда так, как во фрешафта, реализовать все, что Джеку нужно, сделать возможность, чтобы он ехал на все деньги, так как он ехал у нас. Это только можем увидеть уже по итогам следующего сезона. Ну, а для нас же сейчас предстоит непростое испытание. В чем мы видим это испытание? Мы видим испытание в том, что мы хотим подтвердить для себя звание лучших селекционеров в дрифте. Мы думаем о том сейчас, кто будет третьим пилотом. У нас есть, как и всегда, определенное количество наработок. Есть никому неизвестная молодежь, но очень талантливая. Парни, которым 19-20 года. Это исключительно иностранный пилот. Мы не смотрим на российских пилотов, потому что мы не совсем еще сыты вот этим обменом опыта. Мы хотим брать новых иностранных пилотов как минимум еще на один сезон, чтобы понять нюансы, особенности взаимодействия, подхода к дрифту у других участников, так можно сказать, мирового дрифта. Поэтому у нас есть в обойме сейчас молодые, но очень перспективные ребята из Европы. У нас есть интересные переговоры с пилотами иностранными, которых вы хорошо знаете. Поэтому мы пока точно не определились, но механизм принятия решения будет неизменным. Мы также сядем за стол, соберемся с своей небольшой креативной группой, изучим внимательно поведение пилота, его скилл, но самое главное его как человека. Потому что для нас очень важно, чтобы в нашу компанию, в нашу команду не попала звезда. Вот такая суперстар, с которой ходит там, пожалуйста, вот тут мне руки поцелуйте, вот тут мне другое место поцелуйте. Нам нужен свой пацан, который вольется в коллектив, который будет на одном языке с нами, ну не считая там английского, на одном таком психологическом языке с нами беседовать и находить с нами общие взгляды и решения. Поэтому нас ждет непростой выбор, и я уверен, что все будет хорошо, потому что все, что не делается, как известно, всегда делается к лучшему. Поживем, увидим. Джеки, тебе от меня лично большой привет, я очень сильно желаю тебе спортивных, настоящих результатов, я очень сильно желаю, чтобы то решение, которое ты принял, ты по этому поводу не грузился. Мы остаемся друзьями надолго, потому что ты наш друг, ты наш брат, ты приехал, целый год с нами прожил рука в руку, мы прошли такой тяжелейший, сложнейший год для команды в целом, поэтому ты внес огромный вклад в историю фреш-автодрифта, и ты всегда будешь в сердцах наших болельщиков, в наших сердцах. Поэтому, брат, тебе большой удачи, тебе большого успеха, увидимся, как говорится, на разгоне. Я думаю, Жека Лосев очень жестко попробует ответить тебе на разгоне, ну а я тоже буду стараться не отставать, как пилот. Вот, ну а в командном борьбе, конечно же, мы сразимся с любой командой, неважно, это команда, где будет ехать Джек с братом или кто-то еще. В российском чемпионате роль команды сегодня, на мой взгляд, является определяющей, и те команды, которые будут больше подготовлены сыграть на долгий результат, те и будут добиваться успехов. Поэтому сезон 22-го года ожидает быть очень интересным с точки зрения командной работы, командной борьбы и противостояния сильнейших пилотов мира. Поэтому, поживем, увидим, что из этого получится. Ну а мы пошли подбирать себе третьего пилота. Спасибо же, что досмотрел этот ролик до конца. Спасибо, что был с нами весь этот непростой сезон, что поддерживаешь нас и болеешь за нашу команду. Впереди нас ждет много интересного. А тебя я хочу поздравить с Новым годом. Максимально отдохни, кайфани, максимально расслабься и готовься к следующему сезону. Это будет круто. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...